О моем сегодняшнем герое кто-то скажет, он постоянно ищет себя, но мне показалось, он просто открывает новые грани своего таланта и возможностей. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Владислав Ефремов. Вот что любопытно. Владислава Ефремова в Рязани, как выяснилось, знает огромное количество людей. И каждый описывает его по-своему, в конце непременно добавляя – человек он своеобразный. Ну а что вы хотели? Творческий? Такое ощущение, что да, обо мне складывается какое-то другое мнение, чем я якобы являюсь на самом деле, но это меня особо так не волнует. Говорят, с годами его художественная манера, как хорошее вино, напиталась яркими цветами и философским подтекстом. Спорить трудно. И после десяти минут любования очередным шедевром понимаешь, насколько много в нем деталей, за которые невольно цепляется взгляд. Я не боюсь назвать это терапией. И вообще как-то я не строю вокруг своего творчества, вокруг своей жизни каких-то таких концепций, таких высоких, стройных. Это что-то вроде выброса энергии и адреналина, добавляет Владислав. Есть же мужчины, которые с нетерпением ждут мотосезона или периода охоты. А он отдыхает здесь, среди холстов, тюбиков, кисточек и декораторского материала. Творчество – это должна быть какая-то часть общей гармоничной жизни. Профессия художника отчасти неблагодарная и зависима от веяния настроения общества. Как часто этот талант признавали с опозданием. Но мой герой смотрит на это с долей самоиронии. Во многом вот эти все работы, они как бы конструируются из тканей, из каких-то фрагментов, которые накапливаются в течение всего творческого процесса. И да, изначально возникает какой-то образ, какой-то вот импульс внутренний. Батик, дополненный квилтом, коллажем, набойкой, традиционный хлопок. Сегодня подобные авторские работы часто становятся изюминкой интерьеров. Я окончил в Питере, получал образование, связанное как раз с текстилем в интерьере. То есть понятие интерьера, оно присутствует негласно. Идея этих работ, такой комплексная связь с некой средой, с интерьерной средой, в которой они являются такими ключевыми акцентами художественными. Как и у всех советских мальчишек, детство Влада было пронизано милитаризмом. Он увлеченно рисовал военную технику и уже в детском саду понимал, что делает это неплохо. Первый его талант разглядела бабушка. В школе продолжилось, но на какой-то период времени это исчезло вообще-то все. До того момента, пока бабушка, моя бабушка, ну, не взяла меня за руку и не отвела в художественную школу. Но, вопреки всем ожиданиям, учеба сначала не задалась. К счастью, в тот переломный момент рядом оказался хороший учитель, которому он благодарен по сей день. Это Людмила Преснякова. Да, она сумела во мне разглядеть какие-то там таланты, задатки и как-то сумела их выявить и укрепить. Как ни странно, но занимаясь в художественной и музыкальной школах, он никогда не рассматривал ни одно из этих занятий в качестве будущей профессии. Мушинист, строитель, то есть не имело отношения к каким-то таким возвышенным детским мечтам. Глядя на него, вообще очень трудно сопоставить факты. Но смотрите, несколько лет играл в самых известных рок-группах, при том, что изначально учился играть на флейте. Рязанский муниципальный колледж Опять же, закончил Рязанский муниципальный колледж как художник по металлу, затем продолжил обучение в Питере. А самая первая попытка получения высшего образования была в Рязанском радиотехническом институте. К счастью, уже на втором курсе он понял, что инженер из него так себе. Почему-то, находясь в стенах этого института, мне очень резко захотелось рисовать. После семи лет жизни в Санкт-Петербурге, хлебнув другой атмосферой отношения, ему было непросто возвращаться в Рязань. Но он из тех творческих людей, которых обстоятельства не ломают, а учит подстраиваться и идти дальше. Мне хочется верить, что сейчас очередной поворотный момент в моей жизни. Недавно Владислав Ефремов выполнил необычную работу. Никогда не видя заказчика, он должен был нарисовать его образ, свое видение. Задача не во внешнем сходстве, а в правильном подборе палитры и настроения. Заказчику понравилось очень, хотя работа нестандартная, она не рассчитана на такое массовое сознание, хотя и сам человек такой достаточно нестандартный. Музыкальное и художественное начало, видимо, так тесно переплелись в его сознании, что зритель и критик до сих пор видят эту музыкальную интуицию. Он и сам согласен, что его картины созвучны с творчеством импрессионистов Дюбюси и Равеля. Откуда бы еще взялся вот этот радикальный эксперимент? Сыграть можно на всем, что угодно. Да нет, единственное, что она расстроена, я могу вот как-то вот так просто провести. И вот это звучание, оно такое интересное, глубокое, фактурное. Вот эта работа как раз, она развивает идеи космоса, такого космоса с большой буквы. Идеи космоса пронизаны многие работы художника. Если проще, все равны перед глобальными процессами. Многие картины, как бусины одного ожерелья, рассыпаны по стенам и вполне достойны стать отдельной коллекцией. С какого-то момента я перестал пользоваться масляными красками, а перешел на темперу. И вообще водные краски, они мне кажутся более такими упругими, более гибкими. Они как-то ощущают боль, все твои такие движения, моменты, нюансы, они более тонко и пластично. Если картина – это детище, то тут по аналогии с ребенком. Сначала смотришь в глаза, какое-то время живешь с этим чувством, и имя, то есть название, приходит само. Более конкретизировано, здесь узнаваемо, здесь какой-то предметный ряд. А вот эта работа называется «Легкая трагедия цветения». Вообще у меня такая традиция каждый год делать работу, посвященную как раз цветению, ну вот весне. Самое интересное начинается тогда, когда рожденный образ дополняется техническим воплощением. Зарисовать – это продумать, сделать эскиз, и тогда уже возникает совсем другая работа. Совсем… Потому что графические законы, то, что ты вообразил – это одно, а графические законы, как ты это воплощаешь – это другое. Я могу как-то все это свести к понятию орнаментализм. Орнаментализм, который вот в Рязани, оно известно с легкой руки Алексея Кендинова. И в принципе я подумал, что я вполне вписываюсь под это понятие, и ничего изобретать как бы своего я не хочу. Никогда не было такой цели что-то изобрести мне самому. Станковые и самостоятельные, или подсмотренные, скомбинированные работы – какая, по сути, разница, если они находят своего ценителя и приносят автору признание и доход? Реалистичное, но искусственное соединение – картина «Провинция и море». Мне кажется, это как-то передает Рязань. И не обязательно, когда говорят «Провинция» – это что-то плохое. Здесь как раз такая умиротворенная провинция, над которой такой шум какого-то пространства, – да, обособленная атмосфера. Ну, это такие светильники, ночники, сделанные в технике ручной бумаги. Эту технику, с этой техникой я ознакомился в процессе моего обучения в Питере. Главное – все это правильно как-то скомпоновать, придумать заранее, как все это должно выглядеть по цветам, и как это технически все это решить, соединить, закрепить. Это вот должно собираться, склеиваться, здесь должны вставляться такие шарики, которые связывать должны эту конструкцию, и это такой подсвечник. Сегодня Владислав Ефремов обучает умению использовать текстиль в интерьере студентов Рязанского института культуры. По отзывам как-то им нравится, как я с ними работаю, как я с ними взаимодействую. Он из всех талантливых людей, которые используют свой дар применительно ко времени. Например, недавно Владислав начал собирать портфолио с рисунками, и, возможно, скоро мы услышим о Ефремове иллюстраторе. Во многом все упирается в какие-то глубинные моменты, которые не имеют отношения к творчеству. Во многом это такая вещь, как сила воли и умение доводить до конца. Не хочется верить, что настоящий художник должен быть обязательно голодным. Поэтому я желаю Владиславу Ефремову, чтобы пойманная им волна принесла его к хлебным берегам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!